Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья обсуждались накануне в городской администрации. За круглым столом собрались родители и специалисты различных служб. Появление в семье особенного ребенка зачастую делит жизнь родителей на до и после. И возникающие проблемы порой им не решить в одиночку. Поэтому ежегодно для обсуждения волнующих тем за круглым столом встречаются родители детей-инвалидов со специалистами и руководителями различных служб и учреждений. Общения проходят в форме вопросов и ответов. Конечно, у всех детей разные диагнозы. Тем не менее, проблемы у многих перекликаются. Нужен дефектолог в школе, где обучаются дети. Названы учреждения, в которых нет пандуса. Возможность увеличения занятий на дому педагогов дополнительного образования и многие другие. Разговор шел и о работе реабилитационного центра. Учреждение обслуживает весь регион. Но у Кумертау больше квот на получение курсовок, чем у других муниципалитетов, отметил директор центра. Стараемся наш город не обижать. Они по 4 раза, где-то по 21 дней бывают у нас. На следующий год мы дневную группу еще открываем. Будет дневная группа, у нас они уже побольше будут ходить. В ходе встречи родители могли получить ответы на свои вопросы и в то же время услышать комментарии по другим темам. Так, например, живой интерес вызвала работа центра адаптации «Современник», занятия в центре детского творчества, а также планируемый вторческий фестиваль для детей-инвалидов. Такая встреча нас только объединяет. Мы как бы все вместе собираемся над своей общей проблемой. Мы ее высказываем, мы говорим, нас слышат, принимают важные меры к этому нашему обращению. Мамы очень довольны, потому что здесь решаются вопросы, которые мы не можем отдельно решить. Большое спасибо организатору за проведенный круглый стол, потому что все вопросы, которые были подняты, я думаю, будут решены. Участники встречи постарались дать наиболее полные ответы на обращение. Те вопросы, которые не решаемые сиюминутно были записаны, и они будут решаться однозначно. Ответы получат по всем тем вопросам, которые сегодня не были озвучены. В администрации городского округа состоялся конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела инвестиций и инноваций. На данную должность претендовали три кандидата. Кто из них прошел конкурсный отбор, знает наш корреспондент. Это второй этап конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела инвестиций и инноваций. Он проходит в форме собеседования. Председателем конкурсной комиссии является глава администрации Борис Беляев. Он отметил, что все претенденты соответствуют квалификационным требованиям и своевременно представили необходимый пакет документов. Согласно положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности, информация была размещена на сайте администрации городского округа и в газете «Кумиртауское время». Требования, предъявляемые кандидатам, наличие высшего образования, стажа государственной или муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет. Все кандидаты, которые подали документы, соответствуют предъявленным требованиям. На собеседовании члены комиссии могли оценить уровень профессиональных навыков и знаний претендентов. Вопросы касались законодательства о муниципальной службе, функции и задач отдела инвестиций и инноваций, а также в целом инвестиционной политики в городе. Кроме этого, кандидатам было предложено озвучить свои предложения по улучшению работы. Среди претендентов Ирина Ковалева. Она является специалистом данного отдела. Принять участие в конкурсе я решила по той причине, потому что для меня, в принципе, интересна эта работа. Работа заключается в том, чтобы привлекать из вне потенциальных инвесторов в город Кумертау. Ирина Ковалева стала победителем конкурса. Заплати долги и поезжай спокойно. На днях в городе прошел очередной совместный рейд сотрудников ГИБДД и судебных приставов. Рейд проходил в рамках акции «Должник». Подробнее расскажет наш корреспондент Константин Меркушев. С 21 ноября по 30 ноября 2016 года на территории Республики Башкортостан проходит профилактическое мероприятие «Должник». Выявлять должников отправили судебные приставы, участковые и сотрудники ГИБДД. Одни искали неплательщиков по месту жительства, другие отрабатывали транспортный поток на улицах города. Данное мероприятие проходит совместно с Кумертауским отделом судебных приставов. И водители проверяются не только по штрафам в ГИБДД города Кумерта, но также и по базам данных судебных приставов. У большинства жителей разные причины неуплаты долгов. Кто-то хотел заплатить, но не успел, а кто-то и вовсе не знал о своих долгах. За время акции сотрудники ГИБДД и приставы проверили полтысячи человек. 15 из них числились как должники, которые вовремя или вовсе не оплачивали штрафы, кредиты, алименты. Двое граждан, проходящие по базе АИС судебных приставов, долг удерживался с пенсии. На данный момент на территории города Кумертау сотрудниками ГИБДД выявлено 15 фактов неуплаты административного штрафа. Составлены протоколы по части 1 статьи 20.25 Кодекса административных правонарушений. Данные материалы были рассмотрены мировым судом города Кумертау, по которому были вынесены постановления о наложении двукратного размера штрафа. У одних долг 45 рублей, у других 45 тысяч. Если сумма небольшая, то вручали предписание с требованием оплатить. Злостных неплательщиков ожидал арест имущества. По кодексу административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена ответственность частью 1 статьи 20.25, санкции которой предусмотрены двукратный размер неуплаченного штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы. Как показывает практика, после проведенных рейдов граждане более активно начинают оплачивать в добровольном порядке долги по исполнительным документам. Водителям напомнили также о необходимости своевременной оплаты имеющихся задолженностей. Сейчас появился дополнительный стимул, и у правоохранителей действует отнюдь не новогодняя, но постоянно действующая скидка. В качестве рекомендации хотелось бы посоветовать водителям своевременно оплачивать штрафы, поскольку действует закон о 50% скидке, если штраф оплачен в 20-дневный срок с момента вынесения постановления. Акция «Должник» регулярная. В ближайшее время приставы и полицейские еще не раз выйдут вместе на дороги города, чтобы напомнить гражданам о наличии задолженности. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». День матери отметили жители Куяргазинского района. Искренние поздравления, подарки, музыкальные выступления дарили в этот день виновницам торжества. В администрации района накануне прошли празднования в честь Дня матери. В этот особенный день музыкальные поздравления для мам подготовили воспитанники детских садов и творческие коллективы района. Со сцены прозвучало множество самых добрых и искренних пожеланий. «Поистине судьба нации, страны, общества и мира в целом находятся в руках матери. Пророческие слова. Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми в мире. Женщина-мать имеет огромное значение для всего общества. Ведь молоком матери мы впитываем любовь к родной земле, к языку, к культуре». Сохранять статус семьи и воспитывать достойных граждан нашей страны – нелегкий труд. Самым образцовым мамам района на мероприятии были вручены благодарственные письма. Совсем недавно две многодетные жительницы района стали обладателями темиреспубликанской награды – медали материнской славы. На праздники они получили на память фотографии с этого события. Быть хорошей мамой и одновременно находить время для общественной и творческой деятельности – самое сложное для родителей. Женщинам, которым много лет благополучно удавалось совмещать материнство с работой на благо района, также были вручены благодарственные письма и сувениры. Представители общественной организации «Агнай» поздравили будущих мам, пришедших на праздник, пожелали им мудрости и терпения и подарили талисманы сердца, как символ безграничной материнской любви. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok